Добрый вечер, меня зовут Апокин Александр, я врач-стоматолог, работаю в Москве. Рад приветствовать вас на моем канале, большое спасибо спонсорам за поддержку. Тема сегодняшней дорожной публикации это, назовем так, некоторая таксономия видов врачей, попадающих на работу в частную практику. Значит, это на мой взгляд достаточно важный момент, он важен для всех участников рынка и для владельцев практик, которые приглашают врачей. Это очень важно для самих врачей, чтобы они хотя бы понимали свое место у параши, как бы это можно было так сказать. Это важно для пациентов, чтобы они могли правильно сориентироваться. И история такая, что в частную практику попадают, давайте мы будем вести историю здесь с конца. Хотя эволюция она не может идти в обратном порядке, но правильнее начать по старшинству. Это опытные врачи, уже приобретшие какой-то опыт, ну я их, так скажем, поставлю 5 плюс лет стажа, от 5 и выше, но до 45 лет физического, биологического возраста. Это оптимальный вариант для организаторов практик. Это более стабилизированные сотрудники, которые минимально создают ретерогенные проблемы с пациентами. И уже приобретшие некоторую рабочую дисциплину, назовем это так, основная масса врачей. Значит, внутри них есть подвиды. В этой группе 5 лет стажа до 45 лет возраста. Там могут в эту группу попадать врачи, совмещающие с работой в государственных клиниках. На мой взгляд, это не самый, как бы сказать, такой кошерный персонал. Они склонны иногда, порой бессознательно и не со злобой абсолютно точно, что-нибудь взять с собой на работу из государственной практики, если что-то не успел купить. Ну, как бы, на мой взгляд, это абсолютно крошечный, минимальный какой-то аспект для критики. Но он есть. И, как бы, а со злом договариваться нельзя. Вторая штука – это стиль. Если ты все-таки работаешь в государственной практике, ты в системе, ты не свободен. Ты должен следовать таймингу, правилам, гласным, негласным тому, как устроена практика в государственной системе. И это въедается в тебя, как угольная пыль в шахте. То есть ты вот не сможешь от этого отделаться. Поэтому эти люди зачастую в каких-то своих стилистических работах склонны к трансляции стиля работы в государственной системе. И, на мой взгляд, это плохо. Это может приводить и к каким-то неточностям в протоколах, и к определенной стилистике общения. Но там есть маркетинг. Эти врачи мне точно совершенно известны, что основную ставку делают на приглашение пациентов из одной клиники в другую. И назовем это так, нам государство всем настолько много должно, что, когда они приглашают их из государственных клиник на какие-то, так скажем, сложные, более технологичные виды лечения, которые невозможно провести в государственной клинике, это может быть и не такой большой грех. Еще одна подгруппа внутри группы врачей 5 лет стажа до 45 лет возраста, это врачи, совмещающие с коммерческой деятельностью в коммерческих стоматологических клиниках. Вот здесь, я честно скажу, мне вообще искренне становится жаль реально владельцев тех клиник, где они работают. Потому что присутствует такой момент, как точно так же маркетинговая цель приглашения пациентов продолжать лечение в частной практике с этим врачом. Но ведь клиника тебе, по большому счету, ничего плохого не сделала. Она тебе дала работу, платит за тебя налоги, обеспечивает тебя материалами, ну, по сути, является для тебя местом, где ты зарабатываешь. Вот, а они оттуда выводят врачей. Это, по сути, клиники-доноры и клиники, где они работают в частной практике. Вот между двух мест работы доктор циркулирует. Это его стратегия, бизнес-стратегия. Тут могут быть разные варианты и, может быть, от абсолютно нулевой экипировки доктора до достаточно хорошей, серьезной экипировки, включающей все абсолютно исчерпывающие аппараты, инструменты, материалы. Ну, тут в зависимости от коммерческой успешности этого стиля работы по работе клиники-донора и частная практика. Внутри следующей этой группы я бы выделил еще один вид. Я бы никогда не подумал, что он существует, но он существует. Значит, плюс 5 лет стажа до 45... Ну, давайте так, поднимем. До 50 лет биологического возраста. Главврачи некоторых клиник, это, ну, такие люди спокойные уже, все знают. У них, по-видимому, ну, как уже исторически так сложилось, что существует определенный контингент пациентов, работающих только с ними, и они работают со своим контингентом в частной практике, выполняя при этом административную работу в коммерческих и стоматологических центрах, ну, и в том числе выполняя там и лечебную работу, если там таковая требуется именно для работы в коллективе. Для меня это было, конечно, удивительно узнать, что такое существует, потому что, имея в доступе к клинику, будучи там главврачом, не наладить для себя часы работы автономно со своими пациентами и зачем-то выводить свою практику в частную практику отдельную, я не до конца это понял, но вот обратите внимание. Ничего плохого нет, это опытные люди, работающие спокойно, стильно, аккуратно, с минимумом гетерогении. Претензий никаких, но где смысл, где логика? Загадка. Далее есть группа врачей, ну, раз мы пошли по нарастающей сейчас уже по возрасту, это как раз 55+. Вот это, на мой взгляд, уже начало проблем со здоровьем. Это изношенные, загнанные клячи, которые уже, конечно, такие, сбиты летчик. Что-то они там делают в частной практике, приходят, уходят. И, конечно, стилистика их работы такая, она ближе к советской стоматологии. Ну, такое есть, и как бы надо знать, что такое есть. Они работают по мере своих сил, возможностей. Они комбинируют все, что можно скомбинировать. То есть, не хватает тех часов, ну, там, по совместительству, в клиничке какой-нибудь. Хватает, значит, вот, буду приходить. Конечно, физически у нас работа тяжелая. И к вечеру всегда можно прочитать только усталость в глазах уже врача-стоматолога такого возраста. Порой зачастую с какими-то репликами такого облегчения, что, ну, кто-то сегодня не пришел. Там, сегодня поработали чуть-чуть поменьше, слава богу, там, хватило сил все сделать. Это такая, это сложно. Ты понимаешь, что ты, по сути, идешь вот в эту западню времени, и к этому надо готовиться. Ну, я готовлюсь. Дальше есть откровенно, вот, уже такие, как бы, Людмилы Гурченко, без половой причем привязки. Это вот как раз действительно такой образ Людмилы Гурченко, который что-то такое там делает. Не знаю уже для кого. Ну, лучше, ну, вот, такое тоже встречается. В той же самой группе, вот, 55 и более. Есть закруглим, не будем доходить до Мавзолея, таксономическая группа как раз вот молодых врачей. Вот прям только из ВУЗа, и потихонечку они работают в частной практике. На мой взгляд, совершенно оправданная позиция, потому что они пытаются выбраться из замкнутого круга. У меня нет работы, потому что у меня нет портфолио, потому что у меня нет работы. Вот, они могут образовывать достаточно интересные коллективы, работая по два, ассистент, доктор, меняясь вот таким образом. И вот эта пара в ассистировании друг к другу двух врачей может в своем тандеме работать, ну, до 5-7 лет стажа после выпуска из ВУЗа. Пока врачи не вырастают окончательно в частной практике и не начинают иметь хорошую загруженность, или пока их графики совпадают. Есть еще более молодая группа врачей, это студенты 4-5 курсов ординатуры, ординаторы ВУЗов, стоматологических факультетов, работающих точно так же в концепции, потихонечку в тихое вхождение в стоматологию, потихонечку накапливание экипировки, материалов, инструментов. С вот этими последними двумя группами врачи после ВУЗа и студенты двух последних курсов стоматологических факультетов не имеют, на мой взгляд, только одну проблему, которая очень быстро проходит, это их молодость. Конечно же, это риски каких-либо ядрогений. Ну, здесь должно повезти, например, чтобы в клинике были врачи постарше, которые могут как-то оказать поддержку. Потому что, конечно, это трагедия, когда в клинике работают либо только молодые врачи, либо только пожилые врачи. Это реально трагедия. Поэтому, если молодому специалисту в практике повезет и в его смену в клинике присутствует врач с клиническим опытом, который может на себя взять риск продолжения, зашедший не в тот сценарий работы клинической, и это будет хорошо для всех, и для молодого врача, и для пациента, и для клиники. Вот такая небольшая таксономия. Я из нее вычленю, ну, откровенно, там, маргинальные, близкие к криминальным абсолютно экземпляры, которые в нашем сообществе тоже встречаются. Это тема отдельного разговора, если такие вопросы у вас будут. Ну, вот эти позиции надо учитывать в диалоге, в планировании начала лечебной работы, в оценке местности, где вообще вы находитесь, и что с вами будут делать, если вы пациент. И не постесняться это спросить можно. Там, уважаемый, там, доктор, а как вы здесь работаете, как у вас трудоустройство, что вы будете делать, какие гарантии мне будут предоставлены, когда, в какие дни мне обращаться к вам, вот в это место, по каким дням вы здесь ведете прием. А если у меня заболит в другой день, куда мне обращаться? Кому мне здесь обращаться, если здесь нет вас? Тоже хороший вопрос. Все эти аспекты надо обговаривать. Это абсолютно нормальные вопросы. Это очень хорошо, когда возникают вопросы между врачом и пациентом технологического, процессуального свойства, которые позволяют надеяться, что люди способны к диалогу. И это позволит им преодолеть все кризисы, которые могут возникать на различных биологических этапах лечения, различных их типов. Я на этом остановлюсь. Большое спасибо за ваше внимание. Это начало одной из очень серьезных тем по анатомированию и рассмотрению нашего внутреннего стоматологического социума. На этом пока все. Подписывайтесь на мой канал, спонсируйте его. Конечно же, сделайте лайк для этого видео, чтобы оно продвигалось. И задавайте ваши вопросы в комментариях. Большое спасибо. До свидания.